И всем привет ребят, с вами Сырбанка, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике И сегодня мы вместе с вами начнем обзор нового замечательного обновления, которое у нас произошло вчера Сегодня рассмотрим одно из интересных вооружений Это будет не дико страйкер, который вы видите у себя на экранах Сегодня мы протестируем Хантера, посмотрим насколько жесткий он стал после обновления Я вам скажу честно, я уже на всевозможных интересных комбинациях обновленных вооружениях обкатал на стриме И могу сказать, что есть много чего нового и интересного, что нужно обозревать, нужно показывать и нужно тестировать Я думаю, что многие из вас тоже знают эти вооружения И могли бы тоже предложить, что протестировать в первую очередь Сегодня мы будем играть на Хантера Молоте На Хантера Молоте не с оглушением А я бы очень сильно хотел бы посмотреть на Хантера Молот с подавляющим выстрелом То есть каждым выстрелом на Молоте я буду наносить подавление В связи с тем, что Хантер теперь у нас не дает подаву на противника А имеет урон при своем овердрайве Плюс, если противник не прожимает аптечку, либо не является паладином с прожатым овердрайвом, либо находится рядом с паладином с прожатым овердрайвом Можно нанести хорошую эммичку, оглушение, плюс урончик Если аптеку прожал, то только плюс урончик накидываешь И сразу на Молоте можно добивать И эту связку грамотно реализовывать Что мы сегодня вместе с вами и попробуем сделать Скатаем, наверное, одну каточку Это будет контроль точек Я даже, если честно, не смотрел, что у меня сегодня по заданкам Нам было бы очень неплохо, если бы это была бы какая-то небольшая карта Также этот Хантер можно использовать, мне кажется, в любом режиме Что TDM, что регби, что CTF, что штурм за атаку Штурм за деф можно, конечно, но там будет довольно-таки скучно А вот штурм за атаку, как раз-таки, я бы тоже на такого бы Хантера бы с удовольствием посмотрел Но в связи с тем, что в штурме за атаку запикаться довольно-таки сложно И надо будет потратить на это минут 10-15 Я лучше пикну сегодня контроль точек И мы рассмотрим эту замечательную комбинацию там Также сегодня у нас появился новый челлендж В котором есть у нас два устройства на паладинчик Утяжеление и подавление И есть фриз с подавлением, который я очень давно хотел И теперь его можно будет здесь с челленджа получить Посмотрим, конечно, насколько он сильный будет И насколько круто будет на нем отыгрывать, когда будет большое количество этих фризов с подавлением Но я думаю, что его все так же можно будет грамотно, круто и четко реализовать Нас уже закидывает в каточку И я надеюсь, что это... Что это, что это, что это будет какая-нибудь небольшая карта Ой-ой-ой-ой, куда нас кидает? Нас кидает на Брестик, на начатый Брестик Против нас есть один наш соклановец Да, у нас есть один соклановец Соклановцы друг против друга играют Но давайте попробуем, посмотрим, что у нас получится Я думаю, что если это будет быстрая каточка То мы еще один боечек сыграем Потому что здесь всего лишь 8 минут до конца Схема очень простая Наносим по дабу по противнику каждым выстрелом У молота урон сейчас в полном порядке И плюс, ко всему прочему, набиваем быстренько овердрайв И с овердрайва уже тушим противника За счет подавы отключаем противнику дрончика Ну и за счет овердрайва просто вжимаем и жестко нагибаем Поэтому пробуем Должна комбинация работать очень круто и эффективно Противник без дрона Это противник, можно так сказать, на половину уже битый Да, то есть его уничтожить довольно-таки просто Ну а под овердрайвом хантера Так вы вообще можете очень жестко навалить Уничтожить И законтрить, например, прожатие овердрайва Например, на том же паладине Который сейчас этого, к сожалению, сделать не смог Ну и также против там хантера, хоппера Который тоже захочет вжать Вы просто ему по дабу быстро кидаете И новые обновленные овердрайвы уже Вам никакого вреда нанести не смогут Ну и по счету у нас уже 7-1 имеется Каточку мы начинаем уже по тихой грузточке выигрывать Вижу двух противников Сразу, сразу сходу прожимаю овердрайв То есть здесь нужно стараться Вжимать эти овердрайвы как можно быстрее Дабы Была возможность сразу же Быстрой реализации его И соответственно вы уже дальше Быстренько так же копите А не ждете там 40 лет На кого нажать Там 2-3 танка поймать Я лучше быстро прожму на двоих Накоплю опять же этот овердрайв И опять его реализую Чем я буду полгода кататься с этим овердрайвом Не знать в кого его прожать И потом Только через время Его реализую Поэтому лучше всего Рацию овердрайва прожимать быстро И Копить уже следующий Опять же прожимать, прожимать, прожимать Чем вы будете долго кататься И не сможете его никак реализовать А насчет дрона Если вдруг кто еще не знает Это дрончик Замечательный Ой, нифига себе такой крутой выстрел По троим еще и с критом залетел Круто Это Замечательный Ловкач Который Как по мне сейчас вообще является Одним из самых лучших дронов Практически на любом вооружении За исключением там пары-тройку комбинаций Где можно сыграть на бустере И пары-тройку комбинаций Где можно сыграть На кризисе Все остальное В приоритете ловкач Быстрая скорость Возможность прожатья полной расходки И спокойнейший развал Противника За счет быстрой скорости Под хантера Под Возможность прожатия овердрайва Я считаю что это Очень-очень Крутой Мув И всегда Будет Работать Вы быстренько Добираетесь До противника Вжимаете Четенький овердрайвик Реализуете И наваливаете Дальше Поэтому я считаю что это Очень-очень Крутой Мувчик Так Вижу двух противников А когда я вижу двух противников Что я делаю Конечно же Прожимаю овердрайв Сразу уничтожаю двоих Ну и Быстренько забираем точку И стараемся Выигрывать Этот бой Досрочно Если Рассчитывать Сколько можно вообще танков Унести с одного овердрайва И Насколько это вообще возможно Да Сделать У меня За вчерашний день Я на хантере Хоть и не играл Играл на хоппере Ну механика теперь Что хоппера Что хантера Примерно одинаковая Только у хоппера Еще и урон чуть больше У меня с хоппера Вчера получилось За один овердрайв Уничтожить пять танков По сути с хантером Можно сделать то же самое И Уничтожить там И пять И шесть И семь Все зависит от того Как вы четко поймаете тайминг И насколько большое количество Противников Вы поймаете в одной зоне И Я считаю Ой блин Ничего себе Я не успел ему подаву накинуть Успел овердрайв прожать Я считаю Что Хантер В моменте Реализовать Проще Чем хоппера Хоть и хоппер Быстрее Но Хантер И по эффектам Будет интересней Как по мне Смотреться Хоть и хоппер Тоже реально крутой И Неплохо так контрится Но все равно Я бы приоритет Отдавал большему количеству ХП Хоть и меньшему урону И плюс Нужно понимать Что здесь еще вместе С этим уроном Есть возможность Дать дополнительные эффекты Если противник Не прожмет аптечку Тайминг Поражатия Вашего овердрайва Так Ну и у нас уже остается Всего лишь Три Точки До конца Надеемся На досрочечку Ну и по этому бою Я залетел Довольно таки поздно 18 киллов На 8 Сделать успел Ну и здесь я думаю Что по большей части Смотреть на количество Киллов Нету смысла Нужно больше Обращать внимание На количество Очков И на то Как грамотно И качественно Вы реализуете Свой корпус И свою В целом Комбинацию То есть Здесь интерес В комбинации И в вашем Возможно Грамотном И качественном Прожатии Овердрайва Так Я вижу двух противников И у меня Было неплохо Моментик Вот здесь Прожать бы овердрайв Но В одного противника Я честно говоря Этого делать не хочу Но у нас Выжимаю Рискую Но это уже просто Последняя точка Если бы я его Не прожимал То я бы его Уже бы нигде И не успел прожать 3,5 тысячи дают За такую каточку 20 киллов Быстро Удобно Качественно Закончили Ну и я думаю Что если у нас Так уже получилось То ладно Давайте попробуем Запикаться в штурм За атаку Если у нас Это получится сделать И если Реально Нас закинет В штурм За атаку То получится Очень грамотно И качественно Поиграть И реализовать Эту замечательную Комбинацию По пушке Кстати Молот С подавой Это То устройство Которое Я наверное Не использовал От слова Совсем Да то есть Я помню Наверное Только один раз Когда я на нем Играл И то И то И то Это было Как то так На одну катку И все Да то есть Я по большей части Всегда За молотом С подавой Наблюдал Со стороны Да то есть Со стороны Смотрел Как его Используют Как его Реализуют И уже Примерно От этого Я сейчас Для себя Понимаю Как его Можно грамотно И качественно Реализовать Нас Докидывает На Шоце Карта Очень Неплохая С точки Зрения Того Что Это Карта За Атаку Но Нужно Также Понимать Что у нас Здесь Противник Который Уже Стоит В Дэвчике И мы Уже Проигрываем Команда У нас Особо Сильно Атаковать К сожалению Не хочет Соответственно Будет Наверное Таки Немножко Тяжеловато Сейчас Всю Эту Комбинацию Реализовать Но Будем Пробовать Посмотрим Что у нас Из этого Получится Дождемся Овердрайвика И попробуем Уже Всю Эту Нашу Котлетную Темочку Реализовать Вот Кстати У нас Тоже Хантер Твинс Появляется И Доставочку Сразу Быстро Оформляет Красавчик Молодчик Так Может быть У меня Тоже Получится Доставочку Реализовать Супер Доставочка У нас Тоже Залетает Надо Посмотреть Что можно Здесь Взять Лучше По Иммунитетику На корпус Я вижу Здесь Пробитие И вижу Там Один Поджог В принципе Наверное Ничего Такого Сверх Страшного Там Нету Но Можно Было Быть Может Даже Утяжеление Не знаю Посмотрим Сейчас Может быть Попробуем Его Реализовать Так Мамонт Прожимает Овердрайв Сэвид Тайминг Чтоб я В него Не Влетел Так И Я Соответственно Должен Сейчас Уже Выпрыгивать Отсюда И доставочку Оформлять Сразу Овердрайв Вжимаю Как можно Больше танков Хаваю И уничтожил Совера Совера Уничтожил Три танка Двум Нанес Большое количество Урона И молотом Сразу же Добавил И добил Все эти два Танка Аптечек у них Не осталось Плюс ХП Минус Две тысячи Можно с молота Безрасходного Танка Конечно же В этот тайминг Добить Хорошая Грамотная Качественная Реализация О чем я В принципе Вам И говорил Сейчас только Немножко плохо Что Титанчик Вражеский Купол Прожал О Жестко Вот это Было Жестко Вот это Было Очень Жестко Сейчас Наш Тиммейт Сделал Просто Невероятно Крутой Мув И сумел Очень Жестко Влететь Сверху Прожать Овердрайв Сбить Титана Купол И только За счет Этого Я сумел Доставить Флажочек Даже если Мы эту Каточку Проиграем Я считаю Что реализация Хантера В штурме За атаку Это просто Сказочка Просто Сказочка Это так Круто Выглядит Со стороны И В целом Вообще Да То есть Оп Найс Подавочку Накинул Айяяяяяя Абтечку Прожал Ладно Хорошо Ничего страшного Ничего страшного В этом нету Давайте здесь Быстренько Объедем Сверху Прыжочек Качественный Такой Интересненький Оформим В доставочку Овердрайв у меня появляется Оставлю я его На следующий Заходик Потому что Здесь Противников Особо Большого Количества Нету И вообще В принципе Прожимать Овердрайв Когда мы Доставили Это не совсем грамотный мув а вот когда я сейчас буду вести оформить контент а вы вот это уже будет очень смачно и грамотно поэтому залетаем здесь есть hunter который ой-ой-ой так нет стоп 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 хорошо давайте вот так давайте вот так вот так и даже если этом зацепил не такое большое количество противника главное что я прожал over и доставил это самое главное то есть если вы вжимаете овердрайв и доставляете значит вы все делаете правильно с точки зрения грамотной и качественной игры в штурме так ну и у меня уже 400 очков офигеть я начал запикился опять дав начатую катку неплохо неплохо пока что реализация идет контент а вот так подавочку накидываем добавочку на подавочку или нет нет ладно не получилось 36 процентов овердрайва кстати на хантере овердрайв тоже как-то в штурме довольно быстро копится я вижу нашего тиммейта который с хантером тоже с овердрайвом уже летит где-то еще один флажочек подбирается вернее скидывается хантер ставит наш хантер ставит 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 надеюсь что ставит очень грамотно очень качественно играет игрок с ником браво хоть он и не супер каченный но играет прям очень круто молочек я бы даже этого молодого человека бы с удовольствием позвал бы лан тежек такие ребята нам нужны которые грамотно качественно умеют реализовывать свою комбинацию хоть и она у него не полностью прокаченная так ну и мы уже начинаем выигрывать я говорил что если мы даже проиграем эту катку ничего страшного не будет а мы уже вырываемся вперед и вырываемся вперед очень хорошо у меня 80 процентов овердрайва сейчас будет грамотно зайти справа у нас будет падать сейчас золотой ящик ну а пофиг по большому пофиг на него даже если это конфета падает давайте отдадим приоритет выигранной к точке а голд как раз таки там сбоку начинает падать а я влетаю в доставочку вылетаю доставочку и могу еще и за 1000 съездить по красоте об тыщеночка об контентовая от сюда бабосик об вкусный 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 бабосик хорошо 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 а со мной здороваются дорожки за ручки за ручки за ручки так что 2 102 102 102 блин молодой человек подкинул был мне флаг был вообще супер бомбически так ладно доставочка есть от нашего тиммейта у меня есть овердрайв и я давайте знаете откуда влечу давайте я влечу отсюда справа справа влечу и постараюсь доставить так там шафт был в прицеле а он разрядился хорошо шафт разрядился так мы вжимаем вот такой вот овердрайв я зацепил только мамонта с точки но зато также зацепил двух типов которые стояли сзади сверху то есть они меня могли законтрить могли мне помешать поэтому я чуть-чуть поторопился прожал овердрайв и соответственно быстренько контентово их уничтожил так поваску ланшотик красивый залетает но и вот 700 очков у нас уже есть до конца нам остается четыре доставочки если я еще одну доставочку оформляю должен оформлять сто процентов так там hunter кстати наш тоже навыливает навыливает овердрайв бубжал бы вообще был бы батьком контентовым потому чтобы под саппортил мне но тут в принципе и так доставочка хорошая залетает что касаемо молота то у молота тоже сделали побольше дробиночек и теперь он работает более эффективно я правда не помню когда это обново произошла я просто на молоте особо много не катаю но с точки зрения вот такого устройства теперь на нем можно более качественно и грамотно играть есть сейчас я подберу этот овердрайв сделаю прыжок вниз с прожатым овердрайвом и наш тиммейт не доставит это будет очень просто бомбочка смотрим делаем вот такую темочку ох не дотянул до всех конечно но в принципе пойдете 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 вот такая победа . вот такой врывчик контентик залетает по телам не так много по эффективности супер жестко прям супер жестко по эффективности и по реализации своей комбинации поэтому можете брать себе на заметочку такую камбу можете на ней пробовать играть есть еще возможность использования молота с оглушением но как я уже сказал мне молот с оглушением но как то не нравится мне вот не нравится эта схема то что тебе надо два выстрела выдать потом молот этим оглушением накинуть да а здесь стабильно каждый молот наносит подаву то есть я считаю что лучше наносить каждый выстрел подаву отключать возможность прожать овердрайва и отключать дрон противнику нежели одним молотом из трех давать просто оглушение поэтому я считаю что лучше брать это устройство но вы также можете использовать и вот это устройство с оглушением на молод последним выстрелом поэтому как то так пишите что вы думаете по этому поводу пишите что вы думаете поводу это комбинате пишите что мы не протестировать следующим потому что пушек с изменениям довольно таки много и корпуса тоже мы будем конечно же рассматривать что хопера что нового обновленного диктатора что вулканчика что жижечку что что у нас еще есть интересное что у нас есть еще интересное оперочек контентовый конечно же ну и гаусс гаусс тоже обновленный посмотрим на них по шафту не знаю буду ли я что-то записывать наверное запишу лучше на второй канал чек на каналчик то 2 если вдруг ребятки кто-то еще не подписан я наконец-таки начал обзоры обзоры старых моих аккаунтов которые были на этом канале ссылочку на второй канал оставлю в описании поэтому если не подписаны если вам это интересно переходите обязательно подписывайтесь на него и смотрите видеоролики связанные с другими моими аккаунтами которые были так ну немножечко подзаброшено сейчас мы их возвращаем и начинаем реализовывать поэтому шафта я думаю что я по обозреваю на втором канале а вот все остальное мы потихонечку потихонечку в игровых видосах с вами будем обозревать поэтому поддерживать видео реклайка подписывайтесь на канал если вы еще вдруг не подписан также не забывайте про так создателя контенте к сегодня у нас будут итоги уже большого замечательного розыгрыша но после него стартует следующий розыгрыш по тегу поэтому участвуйте в нем нажимаете вот сюда в настройки нажимайте в аккаунтик ставьте мой личный так создателя контента если он у вас еще не стоит вот здесь вот так тимп ставить его так бам бам бэмчик ok поставили и соответственно если вы оформляете покупочку какую-то в магазинчике за реальную валюту то есть покупаете танкой на покупаете прямочку то вы меня поддерживаете имеете возможность поучаствовать сразу же в розыгрыше заполняя формочку которая есть в описании у меня друзья на этом все всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока